Приветствую вас. Смотрите, мне кажется, что есть несколько моментов в вашей ситуации, на которые вам нужно обратить внимание своё. Значит, первое, то, что вы очень устали. Усталость, чувство, ну, мягко говоря, не очень хорошее. Вот, усталость это чувство, мягко говоря, такое, я бы сказал, ну, тревожное. Вот. И оно, это чувство усталости, ну, свидетельствует в первую очередь о том, что вы не совсем адекватно распоряжаетесь своими силами, не совсем адекватно распоряжаетесь своими возможностями, не совсем адекватно используете свой ресурс. Да. То есть глобально делаете то, что вы делать не можете, не хотите, вот. И проблема в этом. Ведь если вы устали, образно говоря, если вы устали, то есть если вы игнорируете то, что пытается вам сказать ваш организм, если вы, грубо говоря, требуете от себя больше, чем вы можете, если вы, грубо говоря, требуете от себя больше, чем, ну, больше, чем для вас это адекватно возможно. Вот. Что, ну, возникает, как бы, логичный вопрос. Да. Чему вы можете ребёнка своего научить? Вот. То есть, что вы можете ребёнку своему дать? Тогда, если вы сами, грубо говоря, устали, если вы сами, вот, грубо-грубо говоря, не можете, значит, организовать свой, ну, свой досуг, да, и своё время. Вот. Вот. Это, э, это, э, такой важный момент. Следище. Это Ваша любовь к фильму. Каждый любит по-своему, и вам совершенно необязательно любить его, так как, ну, как может быть, вы считаете, должны его любить. Вам нужно любить его, так как вы можете любить и делать с ним то, что вы можете делать, а не то, что должны, понимаете, какая штука. И ошибка ваша заключается в том, что вы не прислушиваетесь к своему чувству любви, заставляя себя, по факту, быть той, кем вы не являетесь, к сожалению. И в итоге ваша любовь по сути дела проходит в туне, потому что она не может проявиться из-за постоянных ограничений, одергиваний и так далее. Любовь это стандартность, это творчество, это непосредственность, это искренность, а у вас как бы этого очевидно нет. И вы, получается, запрещаете себе, значит, любовь проявлять. Такую любовь, я имею ввиду, какая действительно у вас есть. Так что, повторюсь, здесь вам необходимо спросить себя, значит, что я чувствую, вот. Ну, к своему ребенку, что я чувствую, да, это первое, что я чувствую к ребенку, к своему. Второе, это то, как я могу свою любовь проявить к нему. Вот. Как я могу или как я хочу проявить свою к нему любовь. Вот. Как я должна. Потому что, как вы должны, мы, в принципе, уже поняли, как вы должны. А идея именно в том, чтобы, как вам того хочется, как вы можете проявить любовь. Вот на что нужно обратить вам ваше внимание. Следующий момент, он же последний из основных, это проблема вашего ребенка, задержка развития. Задержкой нужно заниматься, иначе развитие рискует выразиться в отставании вашего ребенка. В отсталости его от своих сверстников и проблем у вас, в общем-то, будет больше ребенка. Реберком необходимо заниматься. И вам здесь предстоит ответить на такой достаточно сложный, наверное, для вас вопрос о том, входит ли в мою любовь, вот, входит ли в мою любовь то, что я хочу. Значит, ну, для ребенка делать. Вот. Потому что, если нет, если не входит, то есть, если в ваша любовь не входит в занятия с ребенком, вот, то лучше бы вам это признать. На самом деле. Вот. Ничего страшного в этом нет. Вот. Свя корить их и обвинять не нужно. Вот. Вы человек. И абсолютно нормально, что чего-то вы можете не хотеть, да, и, ну, грубо говоря, можете не хотеть делать. Но тогда вам нужно принять то, что вы готовы заплатить за свой выбор определенными последствиями, которые будут в том числе проявляться в дальнейшей жизни ребенка. Вот. Как бы это не звучало. Вот. Сейчас мне просто, вот, кажется, что вы разрываетесь между чистым долгом и какими-то своими чистыми. Кто знает, может быть, именно то, что вы готовы ребенку предоставить, кто знает, может быть, именно то, что вы можете ребенку дать, окажет на него гораздо лучший эффект в его развитии. Ну, безусловно, он обратится к врачу и ничего, по сути, дел про это не написали, да, то есть, ну, задержка, хорошо, а, как бы, какое лечение, какое заключение, какие рекомендации, что из этого вы хотите делать, что из этого делать, то есть вы не хотите. Вот. Также там обязательно общение не только с вами, но и общение с родителями, ну, с другими родителями, да, то есть, условно говоря, как там там с, допустим, отцом с бабушкой там и так далее. Как бы, то есть, это вот тоже такой, на мой взгляд, достаточно важный момент, вот, который вам нужно обратить свое внимание. То есть, вопрос, он здесь звучит примерно так, где все остальные родственники и члены семьи, вот, и какие у вас отношения с отцом ребенка. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вам помочь некому, что здесь придется находить новые модели поведения, предпринимать непопулярные, нехарактерные для вас решения, оно никому не будет хорошо, если с вами что-то случится или вы будете истощены. Вот. Или если будете ненавидеть ребенка, ненавидеть ребенку, это, у меня с такого сомнения, хуже, хуже, чем то, как на него повлияет его отставание, как на его жизнь это повлияет. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго.